Уже два года Краевое управление ЗАГС тесно сотрудничает с десятком ведущих вузов Ставрополья. За это время практику в ведомстве прошли почти 40 студентов, а пять из них даже получили работу в управлении. Плюсы от сотрудничества получает и ЗАГС. Это легко объяснить. Преподаватели университетов часто проводят различные опросы среди студентов и школьников. Цель одна – выяснить, как современная молодежь относится к семье и браку. Анкетирование помогает представить, каковы ценности молодых людей, что управлению ЗАГС по краю тоже интересно. Об этом и других способах сотрудничества на круглом столе рассказал Сергей Назаренко, начальник управления ЗАГС Ставропольского края. Сотрудники вузов участвуют в различных наших мероприятиях, активно в комиссиях также являются членами комиссии, входят в состав коллегии управления. И они не просто формально состоят и участвуют в мероприятиях, они еще влияют на качество работы нашего управления. По программе правительства Ставропольского края работодатели и вузы должны продуктивно трудиться рука об руку. Управление ЗАГС, как подведомственное учреждение, старается выполнять поставленные задачи. Сергей Назаренко отметил и рабочие моменты. В целом он доволен сотрудниками. И самое главное, что ведомство нравится им самим. Об этом говорит почти полное отсутствие текучки кадров. Действительно, это работа им по душе. И мы тогда встречаем девушек, которые уже после рождения детей приходят и продолжают работу. Точно так же у нас происходит в этом отделе ЗАГС, потому что придя после студенческой скамьи на должность ведущего специалиста, все равно молодые люди обзаводятся семьей, появляются дети, но процесс и работа не останавливаются. В этом году сотрудничество решили усилить. Для этого в Краевом управлении записи актов гражданского состояния края провели круглый стол, где обсудили модели наиболее эффективного взаимодействия. Поговорить об усилении связи приехали 19 человек. Марина Мельникова – одна из них. Глава кафедры гражданского права и процесса уже более 10 лет занимается изучением юриспруденции. В своем докладе она рассказала, на что сегодня нацелено профильное образование в ВУЗе. И мы здесь, коллеги уважаемые, прекрасно понимаем, что сегодня составляющая, такая теоретическая часть обучения, очень маленькая, очень маленькая. Большая часть уходит на практическую составляющую, которая включает в себя не только различные виды практики, но и практические занятия по дисциплинам, их в разы больше. Кандидаты юридических наук беспокоят такое внимание к практической деятельности студентов. Яркий пример этому – дисциплина «Гражданское право». В неделю у студентов только одно лекционное занятие, остальное время посвящено практическим. Нельзя сказать, что это плохо, подчеркнула Марина Мельникова. Всегда нужно помнить о том, что прохождение практики способствует пробуждению интереса к профессии и, как правило, закреплению теории. Когда студенты приходят с практики, всегда мы от них слышим. Теперь я знаю, что нужно учить, потому что, когда прикоснулся к практической работе, он уже понимает, на что нужно обратить внимание, какова особенность деятельности данного работодателя, данной организации. Принять людей на обучающую практику – не проблема. Студентов регулярно направляют в ведомство. К слову, круглый стол проводили в одном из старейших комнат Ставропольского управления ЗАГС по краю. Скоро здесь полностью закончатся реставрационные работы. Завершаются ремонты в Георгиевском отделении. А это значит, что обновленное помещение совсем скоро сможет увеличить число практикантов.